Извлекаем, в магазине снимаем пистолет с предохранениями. Быстро, четко и со знанием дела. За считанные секунды пистолет Макарова переходит из собранного в состояние в разобранное и наоборот. Майор пограничной службы Татьяна Жаворонкова признается, с оружием обращаться для нее, пожалуй, даже легче, чем борщ сварить. Служба обязывает. Служить, я считаю, что мы должны наравне с мужчинами. У нас, естественно, нормативы по физической подготовке ниже, но по остальным предметам обучения, естественно, мы должны так же, как и мужчины. Я думаю, все женщины с этим справляются на достаточно высоком уровне. За плечами хрупкой девушки служба в Таджикистане и Армении в районах, где особого спокойствия на границе не было никогда. Сейчас она штатный психолог Оренбургского пограничного управления. Служба хоть и нелегкая, но нравится. Справляется с ней Татьяна по-женски, легко и непринужденно. Девушки за счет своей более щепетильности, наверное, внимательности, очень хорошо себя зареканали именно в качестве проверки документов и по выявлению именно нарушителей. И при попытке провоза наркотиков у женщин, их исконно женские черты характера, в службе пограничной, например, помогают. Отличница в службе, примерно офицер и заботливая мама. Дома Татьяну ждет дочка Аня, которой исполнилось 5 лет, и которая тоже постоянно нуждается в материнской защите. Женщина, у нее в крови заложено быть защитником, защитником своих детей, защитником своей семьи. Ну, поехали. Сменившись со службы и прочитав очередной роман «Пикуля», Татьяна встает на лыжи. Прогулка по зимнему лесу – отличный отдых. Она пройдет по лыжне несколько километров, а затем вновь облачится в повседневную форму. Ведь ее нелегкую, но почетную обязанность – защищать отечество, пока никто не отменял. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев, Наше время.